Максим Валерьевич, расскажите, пожалуйста, об общую ситуацию санитарно-эпидемиологическую по городу. На данный момент санитарно-эпидемиологическая ситуация у нас стабильная. Можно, скажем так, разбить ее по определенным группам. Что касаемо группы кишечных инфекций, показатели заболеваемости у нас сейчас находятся на среднереспубликанских цифрах, даже местами в определенной неделе ниже. Но они у нас есть. Само собой, это привычное явление. Они будут, потому что, скажем так, не все люди следят, скажем так, за личной гигиеной, за качеством продуктов, которые употребляют. Не все, скажем так, обеспечат их правильное хранение, поэтому эти случаи у нас есть, они и будут. Но уровень заболеваемости у нас небольшой. Что касаемо группы инфекций респираторно-вирусного характера, то, конечно, сезонные явления вносят свои коррективы. По некоторым районам он отмечается у нас рост по этим заболеваниям. Не по некоторым местам и превышенный пик порог, но санитарная служба не сидит на месте. Значит, мы разрабатываем мероприятия, внедряем их и пытаемся, скажем так, эти явления снизить. Само собой, скажем так, когда у нас становится более благоприятная погода, то и по этой группе инфекций у нас, я думаю, планируется благоприятный прогноз. Что касаемо качества питьевой воды, это вопрос, который часто и в соцсетях, и люди, скажем так, задают. На данный момент мы отмечаем, что качество питьевой воды у нас удовлетворительно. Оно соответствует, скажем так, всем действующим санитарным нормативам. Основные проблемы, которые мы наблюдали с питьевой водой, они, конечно, пришлись на период ведения активных боевых действий. В результате того, что были, скажем так, попадания, разрушения на объектах наших водоподготовки, не всегда можно было, ну, можно даже сказать, что основной период боевых действий прошел без хлорирования питьевой воды. Поэтому возникли условия, когда качество питьевой воды по бактериологическим показателям было не совсем стандартным. По санитарно-химическим показателям вода на всем протяжении, скажем так, и сейчас, и в то время соответствовала санитарным нормам, так как работники предприятия могли бы обеспечить осуществление очистки воды именно по этой группе показателей. Несмотря на то, что, скажем так, вода у нас сейчас хварируется, санитарный слух всегда просит население следить, скажем так, за этим фактором, который может, скажем так, способствовать возникновению кишечных заболеваний, и продолжать воду кипятить, не менее, скажем так, 5-6 минут, вот, вода должна подвергаться термической обработке. Ну, убедительная просьба, скажем так, граждан нашего города обращать всегда внимание на вопросы, скажем так, связанные с личной гигиеной, вот, с общественной гигиеной, потому что, скажем так, общий уровень инфекционной заболеваемости в первую очередь зависит от каждого из нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok